Добрый вечер дорогие телезрители. Среда 19.45 в эфире программа «Один из нас». И один из нас сегодня решил достучаться может до сути тех событий, которые произошли в Республиканском доме-интернате. И благодаря экспрессивному, скажем так, письму, которого в адрес президента одна из воспитанниц попросила руководителя страны поужинать с ними, взвился клубок целых событий, которые замешаны на таком жутком миксе. Есть проблемы государственного плана, есть проблемы морально-этического плана, есть проблемы профессионального плана даже, что касается журналистов. И давайте мы начнем нашу сегодняшнюю передачу с видеозаписи вот той воспитанницы дома-интерната, которая и послужила затравочной точкой. Сюжет. Началось-то вроде с пустяка. Не так сваренная каша, без сахара, без масла, случайность, новый человек работал. Ну, принесли мне, мы показали, значит, вот так получилось. Вот. Вот. Ну, сразу же не бывает, что раз, хоп, и сделали все вместе. Надо было подождать, надо было потерпеть, надо было. Нет, мы, значит, собрались там несколько человек к тому, что вечером фильмы смотрим и, как говорится, разговариваем, чем в нашем общении. В основном-то все-все-все нормально. Я ничего не хочу сказать. Ну, хотим обратить внимание на то, что питание действительно не заведующая виновата. Виновата она государство не досмотрело. И его винить тоже. Как? Успей везде. Надо, значит, дать о себе знать. Вечером действительно очень хочется кушать. Вы все домашние, знаете, вечерком-то под чаек бы не мешало бы хлебушка бы и колбаски, а нету. Нету. И я никого не виню. Государство рассчитало, что 75% с нас взять, значит, нам остальное хватит. Не хватает, ребята. Скажем обращение. Я бы не скажу виновницы. Тут виноватых нет. В этой ситуации есть куча факторов, которые повлияли на достаточно экспрессивное выступление воспитанниц. Все-таки хотелось бы начать, поскольку здесь аудитория такая, основы государственно-социальной политики. Вот говорит, государство не доглядело. Государство, ну, я не считаю, что виновата, но он не доглядел. Давайте все-таки немножко об основах государственно-социальной политики. Ольга Валерьевна. Да, Дмитрий, но перед тем, как начать говорить об основах, я бы хотела обратиться вообще ко всем пожилым жителям республики, которые сегодня нас смотрят, в том числе и воспитанникам подобного рода социальных учреждений, которые находятся на бюджете государства. Безусловно, мы не можем не оценить тот вклад, который вы внесли и в развитие нашей родной республики, и в развитие нашей огромной страны. И поэтому, безусловно, вся наша государственная политика должна быть, и она основана именно на признании тех заслуг, которые внесли пожилые, которые сегодня находятся вот в таком положении. И вот такие крики души, да, сегодня мы услышали непосредственно. И как его оценивать? Да, что этот крик души для каждого из чиновников, да, будь то это Министерство труда, или для нас каждого, который все ли мы доделали. И этот именно крик души этой женщины, он дает нам возможность еще раз вернуться к этой теме, да, и понять, действительно, как вы и говорите, что же мы делаем так или где мы ошибаемся. А может быть, сверить наши часы, по сути. Конечно же, основы социального обслуживания граждан не регулируются федеральным законодательством. Есть специальный федеральный закон. И в декабре 2013 года в полном объеме для улучшения вот социального обслуживания граждан прежде всего изменился порядок. И существует, теперь появилась новая система, по которой государство финансирует, а учреждения, соответствующие у нас, республиканские учреждения, их у нас 15 на территории республики, подобного рода домов для престарелых граждан, да, я бы сказала, даже не престарелых, а для людей старшего поколения, да, попавших в жизненные сложные ситуации, значит, для них они оказывают социальную услугу для этих граждан. Качество этой услуги, вот это базовка этого закона. Кто ее контролирует? Контролирует, безусловно, и государство, контролирует различные надзорные органы. Как оказывается эта услуга и зависит от того, насколько удовлетворен гражданин. Однако необходимо обратить внимание, что принципом вот самого социального обслуживания является такой принцип, как приближение к созданию, к благоприятной среде, к которой человек уже привык дома, да. Вот как достичь этой среды, чтобы казенная подушка была ближе к домашней, чтобы булочка все-таки пахла домашней, да. Что для этого, и что может сделать для этого государство? Вот это вот вопрос, который, конечно же, будет дискуссионным сегодня, я считаю. Ольга Валерьевна, а можно спросить, да вот, а кто должен был контролировать эту ситуацию, да, и чтобы не было вот такого письма, и чтобы не Путин решал вот эти проблемы, которые накопились? Ну, сейчас-то они, в принципе, вот люди все грамотные, да, и они могут писать не только на имя Путина, они организации объединенных наций, прошу прощения, могут писать. Нет, ну, если бы они чувствовали себя защищенными, если бы они чувствовали себя комфортно, да, они бы не писали, наверное, таких писем. Тратятся, безусловно, государственные деньги, поэтому это, прежде всего, контролирование осуществляет у нас Министерство труда и социального развития, да. И оно же несет и главную, и нагрузку именно в подобного рода учреждения, потому что ведь работать в таких учреждениях действительно достаточно сложно. Я бы сказал, архисложно для контингента, да. Неравнодушными людьми быть, и достаточно человечными, прежде всего, да, и ни в коем случае не страдать черствостью, это естественно, да. Кроме того, как бы есть и соответствующие надзирающие органы визе, Роспотребнадзора, ну и, соответственно, иной комплекс. Кстати, прокуратура уже проводила проверку. Какие-то есть предварительные результаты? Да, действительно, мы провели проверку по Республиканскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. У нас есть на сегодня предварительные результаты. Так, мы внесли уже сегодня представление в адрес Министерства труда и социального развития Республики, а также в адрес директора учреждения, да, прокуратура города Якутска. Ну, о тех нарушениях, которые были выявлены, я могу сказать кратко, что мы выявили нарушение части, нарушение нормативов обеспечения питанием, часть нарушения нормативов обеспечения одеждой, ну и другие существенные нарушения. Все-таки есть, да, такие нарушения? Да, эти нарушения есть, они существенные, и мы считаем, что они нарушают права инвалидов и престарелых, которые проживают в данном доме-интернате. Я тут в качестве дискуссионного момента хочу сказать, в таком деле, да, в деле опеки над пожилыми и так далее, вот мелочей быть не может. Вот я видел результаты проверки Роспотребнадзора, да, где говорится, что моют губкой вместо ветоши, да, и что столовые приборы ручками верхние расположены, да. И даже вот этот вопрос, он будет очень-очень важным, потому что, ну, мало ли, черпалку чем хватает, да? Нельзя спекулировать на теме пожилых людей вообще, по сути. Вообще нельзя. И вот, Алексей, я хочу спросить, вот ООН и в качестве, ну, неравнодушной части, скажем так, населения тоже свою человеческую проверку просто. Да, действительно, мы в субботу уезжали в составе группы Народного фронта в данное медицинское учреждение, провели, как бы, скажем так, проверку непосредственно и попитали в столовой. Но хотелось бы отметить то, что заявление, вот, ну, гражданка Степанова, есть определенные факты, все факты мы по этому заявлению проверили. Некоторые из них подтверждаются, но, конечно, основная часть не подтверждается. Но 75% то, что вот удерживают непосредственно с пенсии людей, проживающих там, ну, это у кого-то, например, 10 тысяч рублей пенсия, да? То есть 7,5 тысяч рублей удерживают, 2,5 тысяч рублей остается, у кого-то 20 тысяч рублей. Ну, это несоразмерность, то есть нет социальной справедливости в этом направлении. Также хотелось бы отметить то, что, да, действительно, по действующему законодательству здание трехэтажное, там проживает 151, да? 151, скажем так, пациент, 40 из них, более 40 из них, это малоподвижные люди, один подъемник. То есть хотелось бы, чтобы было их два, а желательно три. Но по законодательству есть такое то, что лифт, обязует лифт ставить здание, которое выше пяти этажей. Есть определенные нюансы. Но в целом, как бы хотелось бы отметить... Но учитывая то, что это специализированные учреждения, могли бы даже одноэтажные оснастить подъемниками и так далее. Да, да, согласен с вами, да. Вот, и у меня вопрос сразу такой, вот, с Министерством труда. Есть еще вопрос, как мы с директором общались, то есть есть вопрос недофинансирования данного учреждения. То есть 70 процентов, 257 рублей, как вы считаете, это достаточно для человека в день? И вообще вот удержание 75 процентов, да? Нет, давайте просить, да, 75 процентов, оно уходит на, как бы, оплату предоставляемых социальных услуг. У всех действительно пенсии разные. Но сегодня месячное содержание человека в этом интернате 49 тысяч рублей. Остальное, если вот у человека, вы говорите, 10 тысяч пенсии, 7,5 тысяч остается, остальное субсидией доплачивается государству. Если у человека 30 тысяч пенсии, то у него будет там побольше, 21 тысячи там с чем-то, да, и остальное будет доплачивать государство. Это не социальные разницы у каждого человека, это наоборот, как бы, субсидирование разное будет от государства каждому человеку. Если было бы пенсии у человека, допустим, 100 тысяч, тогда взяли бы только там 49 тысяч за предоставление социальной услуги. Ну, пенсия 100 тысяч, это же, ну, как бы, ну, например, говорю, тогда бы у него не было 75 процентов, с него бы взяли вот всего 49 процентов. А 75 процентов, это вот кем? 75 процентов, это не более 75 процентов можно удержать со всех видов доходов, проживающих в социальных учреждениях. Знаете, там у нас проживает, у нас интернат же называется для престарелых и инвалидов. И большая часть, это не совсем старые люди, это люди, которые сегодня потеряли возможность ухаживать за собой, самообслуживание. А можно ли снизить вот эту планку, вот как они говорят? Ну, если бы содержание будет меньше человека, ну, если я говорю снизить, можно, если пенсии будет больше, чем содержание человека. Давайте не зацикливаться вот на этой пенсии и так далее. Да на самом деле, почему, есть же механизм алиментов, если человека, дети сдают подобное учреждение, почему не взымаются с них алименты? Или это просто неэффективное, скажем, использование вот этого механизма? И к товарищам юристам, и к товарищам, вот, ответственным скажем. Да, в социальном обслуживании все дети у нас обслуживаются бесплатно. Я не про детей, я про тех детей, которые сдают родителей в дом престарелых. Дмитрий, да, безусловно, семейный кодекс предусматривает обязанность детей, в том числе и содержать своих родителей. И нужно сказать, что если что касается этого дома, да, престарелых, то в данной ситуации порядка 40, да, процентов, значит, проживающих имеют детей, да. Но в данной ситуации это моральная ответственность родителей, да. Если же говорить о социальной справедливости, да, и вот о нормативе, я думаю, что вопрос, ну, по сути дела, будет еще долгое время оспоримым. Почему? Потому что социальный норматив на каждого, он, который вот компенсируется государственным, о чем хотела сказать Зинаида, он одинаковый для всех, 49 тысяч рублей. Да, другой разговор, что вот это вот, ну, если уходить в такую тонкость, да, то это, возможно, еще предмет спора. Но на каждого гражданина в месяц тратится 49 тысяч, 49 тысяч рублей из бюджета. Поэтому это фиксированная сумма на каждого, а не такой подход, что с одного берется 5 тысяч, с другого 18 тысяч за равный объем социальных услуг. Можно возразить? Мы уже затронули моральный аспект вот этого вопроса, да и сразу после рекламной паузы мы вернемся. Ждите. И как всегда происходит в темной студии, самая-самая острая часть дискуссии у нас разгорается как раз в рекламную паузу. Мы в завершении первого блока затронули, уже перешли, вернее, к морально-этическим аспектам данного вопроса. Но в завершении, скажем так, государственной части всего, с участием прокуратуры и заместителей представителей государственного собрания, который ответственен тоже, да, за проводимую государственную социальную политику. Я бы хотел сказать, что не может государство плохо выполнять свои функции по социальному обеспечению в условиях такого жесткого контроля. Где даже, вот еще раз сошлюсь, я, прошу прощения, не видел ваше определение или как оно называется, да, представление, но я видел еще раз в Роспотребнадзорах, где там нет инструкции по мойке посуды, да. Вообще, давайте я... Не, ну по нормативам-то это серьезное, получается, обвинение, раз нормативы нарушаются. А то, что там щелочи нет, это не серьезно, да, Галина Фирсовна, все-таки я бы хотел обратиться к вам вообще, вы же в курсе, наверное, воспитанники данного учреждения, что происходит, что... Зачистили к вам люди и так далее. Вообще, отношение людей как к этой истории? Так. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я Уфимцева Галина Фирсовна, мне 74 года. Живем мы с дочкой, дочери 33 года, она инвалид первой группы. Живем уже 7 лет по путевке от Минздрава и Министерства трудовая и социальная. Вот. Я лично ни на что не претендую, нам очень нравится. Я вначале беспокоилась, что мы никак не сможем, потому что мы якутского языка не знаем. А оказалось, что такой народ хороший. Вы сами приезжали, да? Нет, я живу 51 год. Я вдова, муж у меня умер как 11 лет, нас привела беда в интернат. Мы погорели. Погорельцы. Да, погорельцы. Нас приняли очень хорошо. Мы так привыкли, все дружно. И не нужно слушать эти сплетни. Я уже опровергаю Степанову и там еще подобные. Давайте не будем опровергать и так далее. Просто я неоднократно бывал в вашем учреждении, да? Некоторые крупные предприятия, выполняя социальную, скажем так, свою социальную ответственность, они не то что дежурно навещают, да? А просто, ну, я же вижу, что вам просто приятно, когда кто-то кроме персонала еще наведывается к вам, да? Интересуется. Нет, кто-то со стороны придет, кто-то там поздравит с праздником, цветы вручит, конфеты. Как часто ходят к вам? Как часто ходят? Волонтеры, помощники. Дети приходят, школьники приходят со всех школ. Студенты приходят. Потом бабушки у нас тут пенсионерки из посиделок. Многие приходят. И наведываются церковные святые к нам приходят. А чувствуете вы недостаток в общении? Внимание. Вам внимание? Очень хорошее. Нет, ну, если бы внимания было больше, вам бы было лучше? Ну, куда лучше-то еще. Хорошо. Галина Хитлевна. Хорошо, человек, который отведал борщица в данном учреждении, да? Ну, что значит, аппетит у нее хороший, если она требует и голодает. Колбаски? Мы никто не голодаем. У нас есть магазин, пожалуйста, молочки достаточно того, что нам в столовой дают. Если она голодна, там любой выбор молочки. У нас продукты хорошие. Факт остается фактом. После вот этих публикаций люди с ящиками тушенки к вам понаехали. Конечно. Приезжали, да? Я, например, приобрела на 800 рублей. У нас остается. И за 7 лет я подкопила где-то 100 рублей. Вот Анна Абовна рассказывала, да, о том, что после выхода сюжета люди сердобольные начали вести там помощь, домашнюю еду, продукты питания и так далее. Предлагали брать подшествия наших проживающих. Да, да, да. Приносят. Ну, сразу стали к нам приходить и предложить свои, как бы, добрые дела. Услуги свои, да. Добрые услуги. Добрые услуги. Директор. Ну, вы принимаете такую помощь? Ну, как бы сказать, мы тоже, как бы, боялись, да, что будет двое это. А то, если мы начнем у всех, прямо всех забрать и раздавать, сразу скажут, оказывается, действительно они голодали или действительно они это, да, поэтому мы... Да, правила хранения будут нарушены, пищевых продуктов, скажем так. Да, вот же Роспотребнадзор. Роспотребнадзор опять тут же прикопается, опять, ну, как бы, нарушения зафиксируют. Ну, как бы сейчас можно... Да, я вот хочу обратиться все-таки к представителям НКОДы. Вы проводили анкетирование контингента. Анкетирование, независимую оценку качества услуг. Это новая форма общественного контроля, да, которая у нас внедрена. Да, и как раз по государственному, можно сказать, заказу наша некоммерческая организация в рамках 44-го мы провели такую независимую оценку в пяти домах-интернатах. Да, и я бы хотела сказать, что именно республиканский дом-интернат в городе Якутске занимает лидирующую позицию среди якутских, да, домов-интернатов. И можно сказать, что из 15 респондентов 14 отмечали условия и комфортность, да, нахождение в этом учреждении на отлично и хорошо. И только один был клиент, который действительно была не готова. Лично я проводила это анкетирование с психологом. И как раз психолог отметила, что есть некоторые клиенты, которые совсем недавно попали в это учреждение. И они сейчас проходят стадию адаптации и социализации. И здесь, я думаю, на первых порах необходимо очень качественное, профессиональное, психологическое сопровождение. Нужна помощь, да. Можно вопрос? Какие правила репрезентативности были использованы при проведении вами этого опроса? Вы только 15 человек опросили из 151? Дело в том, что мы имели право только 10% опросить из количества... По всем нормативам репрезентативности эти опросы, которые не охватывают даже 40%, они не являются достоверными. И нельзя судить о выводах по таким данным. Мы полностью выполняли заказ Минтруда. То есть у нас была сетка, да, и мы ровно по этой сетке провели анкетирование 82 клиентов. И надо сказать, что, конечно, есть предложения, проблемы, есть точки, на которые необходимо обращать внимание. И в основном было указано на что? На отсутствие занятости. На то, чтобы клиентам, пенсионерам, престарелым и инвалидам разрешали медико-социально-трудовую реабилитацию проводить. Потому что отсутствие занятости, оно как раз и порождает некоторые, и межличностные конфликты, кстати, на это тоже. Так, погодите, это как отсутствие занятости? То есть, проще говоря, им очень много свободного времени? Ну, смотрите, пример я приведу. Амурская область, там автономные дома-интернаты. Шьют варежки? Нет, есть прямо цех, где делают пельмени. Эти пельмени продают в городе Благовещенск. Да, допустим, дома-интернаты для людей без определенного места жительства. Там стоит целый мини-цех, где делают тротуарную плитку. И здесь условия, это могут делать только автономные учреждения, да. И здесь какой плюс? Кроме трудовой реабилитации, ну и, конечно, мы говорим о дееспособных, о здоровых и только по желанию. Кроме трудовой социальной реабилитации, здесь возможен заработок самих клиентов. Потому что там идет разделение 50% выручки, получает сам клиент, 50% получает само учреждение. А в нашем случае, дом-интернаты, дом-интернаты, они содержат же в намцах крупный рогатый скот. Ну это вот так, вот я вам пример привела, Амурская область. Она была, потому что у нас нет такой занятости. Почему-то у нас нет такой занятости. Нет, это как дополнительно, Татарстан, например. Нет, нет, в данном учреждении, вот в данном учреждении. У вас в посудной хозяйстве. У них теплица есть на территории. В летнее время они занимались, вот когда мы занимались растеневодцем, они с нами с удовольствием занимались растеневодцем. Ну, значит, не все вовлечены, раз они жалуются на это. Вот когда Дмитрий начинал программу, он говорит о том, что государство, в принципе, взяло на себя ответственность, и часть, естественно, ответственности, и очень большую колоссальную. Республика платит действительно колоссальный день. Ведь если в месяц непосредственно тратится 48 тысяч рублей на одного, из них только, например, при пенсии 7500, 75%, то здесь покрывается проживающим 5 тысяч. Но ведь это трудоспособные проживающие, правильно? Ну, почему же они в том числе не могут заплатить за себя? Здесь не идет речь, идет о том, что полное государственное обеспечение. Если бы мы с вами говорили о полном государственном обеспечении, тогда можно было сейчас вот предъявить и сказать, а у вас будут 75% забирать на нужды учреждения. Учреждение-то для них создано. Оно не для кого-то создано, оно же для них создано, правильно? Они же там проживают. Ну, один не работает и платит такую же сумму, а другой будет работать и отдавать сумму. Я же говорю, что вопрос о фиксированности, вопрос пока спорный, да, поэтому давайте его за рамками оставим. Но я не думаю, что там какие-то вот нацеленности есть именно на вот такие вот вещи, да? Нет, можно пояснить. Вот один из критериев, чтобы находиться в этом учреждении нашем, это частичное и полное отсутствие самообслуживания и нуждаемости в помощи. Самообслуживание, понимаете? Там, да, такие люди. У нас, знаете, очередность была очень большая, но сейчас осталось там 37 человек. И я думаю, он будет, у нас совсем ноль не будет, потому что каждую неделю поступает заявление от трех до пяти, иногда больше, иногда меньше бывает, потому что, ну, мы живой организм как-то. А вообще, как охотно, вот, приемные семьи берут таких вот. Все-таки, если бы приходили со стороны, да, занимались каким-то организацией вот процесса того же, любого, ну, кружок какой-то хотя бы даже. Есть, есть, у них кружки, у них очень много. Кружок, мероприятия, это очень достаточно у нас. У нас в день проходит по два, по три мероприятия. По-моему, у нас не только прямо в доме, да, мы выезжаем в УЛУС, мы же дом-интернат с четырех УЛУСов. За границу даже не очень активные. Да, с четырех УЛУСов мы летом за брусникой, за земляникой, купаться, рыбачить. У меня, считаю я, в дом-интернате никто не лежит и не, как бы, четырех стен не смотрит. Мы стараемся везде. С вашими справками, они вот у вас все достаточно формальны. Так, у меня 18 кружков, 20 выездов, столько-то человек, столько процентов. Меня, например, всегда вот раздражает, когда о людях, которые там находятся, да, говорят там в процентах, числах и так далее. Так все медики-то говорят. Ну, естественно, поэтому я говорю, что меня это лично раздражает. Я же выскала своё мнение, да? Нет, нам можно много красиво написать, но... Нет, я не о красоте. Я не о красоте. Я хочу вот к психологу обратиться. Как вы оцениваете психологическую картинку этого учреждения, если у нас возникла вот такая ситуация? Где есть недоработка? Были ли какие-то предпосылки для этого? То есть что действительно вот внутренне происходит? Как часто люди обращаются с такими проблемами? Как сложно происходит адаптация людей? Кстати, они же в письме пишут о том, что неоднократно обращались, да, и к администрации, и в прокуратуру, в Минтруд. Действительно ли были эти обращения? Почему игнорировалось это всё? К нам письменные обращения не поступали. К нам тоже не было. Всё-таки психологический климат в данном учреждении никакой. Тем не менее, крик души есть, да? Для нас для всех это крик души. Вы оценку можете дать? Ну, во-первых, нужно учитывать то, что возрастные изменения всегда происходят после 50 лет. Психологические особенности у каждого человека. Индивидуальный период адаптации у них вообще от полугода и больше. Они могут даже 5 лет. Вот у меня пожилая женщина, она говорит, я 5 лет не могу никак смириться с тем, что я ушла из дома. Анна, давайте мы вернёмся к психологическим аспектам данного вопроса. Сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна. Вот почему-то самое интересное начинается. И тут же голос режиссёра суровый в наушниках. Реклама. Прямо сейчас. Обсуждение вопросов, которые накопились вокруг дома интерната для престарелых. Всё-таки, Аня, хотелось бы ещё раз, чтобы закончили ваш аспект. Состояние возрастной психологии и так далее, и так далее. Вот эти аспекты всё-таки для наших телезрителей, чтобы поняли, что люди на самом деле там сложные. Да, действительно, в домах и интернатах вообще психологически сложно, тяжело даже находиться. Жизненная ситуация вообще приводит в дом-интернат не просто так, какие-то кризисы происходят в жизни человека. Им всё равно тяжело адаптироваться, находясь в чужих стенах, находясь с какими-то чужими людьми. Им очень тяжело, и период адаптации от полугода до, там, даже максимум, я не знаю, сколько лет, может вообще человек адаптироваться в чужих условиях. Можно ли натворить глупости, преодолевая этот период адаптации? Да, возможно, может быть, потому что там как бы... Сколь бы возрастной человек не был, да? Сколь бы мудрый он не был. Сколь бы мудрый он не был, всё равно какие-то вот воспоминания прошлые, да, какие-то кризисные какие-то состояния, настроение изменчивое. Всё это может, конечно, изменить состояние человека в общем. А насколько у нас готовы наши работники социальные, которые там работают для того, чтобы... Мы постоянно, социальные работники постоянно общаются, постоянно очень чутко к ним относятся, постоянно внимание к проживающим, постоянно просьбы... А какая вообще зарплата у социальных работников? Ну, в среднем. Вашего персонала? И вообще есть и текучесть кадров? Хватает ли кадров? Ну, у нас сейчас текучесть кадров только на младший медперсонал, да, на технический этап. Ну, сейчас у нас в связи с принятием нового закона по дорожной карте у нас у медиков и социальных работников более-менее вот зарплата повысилась, да. Поэтому, ну, там, когда вот повышалась дорожная карта, у нас там не повысилась, например, на тем работникам, например, вот повар, да, культорганизатор, там, по труду, да. Они же все тоже делают то, что делают наши вот социальные работники. То есть их надо уравнять, да? Да. Вот их надо тоже поднять на это уравнять. Тоже уравнять. Хорошо. Алексей, давайте мы... Все-таки времени остается меньше и меньше. У нас телефонный звонок висит. Я обращаюсь к своему коллеге из издания Якутской вечернии, Надежде Сивцевой, которая тоже в рамках расследования данного материала побывала в данном учреждении, посмотрела все своими глазами. Но вопрос я хотел бы сформулировать, Надежда, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Я хотел бы сформулировать таким образом, вот, кому надо все-таки, вот все эти издания, внутри республиканские, посетив данное учреждение, они написали правду, объективную правду о том, что, ну, не все так плохо, никакого концлагеря там нет, никто голодом там не морит, да. Но нашлись те, которые, ну, воспользовавшись этой ситуацией, ну, проявляют, грубо говоря, журналистский непрофессионализм. Вот вы, как журналист, как профессионал, как можете оценить такой подход, который проявили наши коллеги из, скажем, сетевых изданий федеральных и других? Ну, я так много категорично судить коллег не могу, да, но лично мое мнение, как журналист, что любую информацию нужно проверять, и, конечно же, надо было везде, взять комментарии у директора и связаться с автором, письма, конечно же, в первую очередь. Хорошо, в принципе, спасибо, Надежда, мы все услышали, что... Я, в принципе, знаю вот эту историю, да, дело в том, что вот мы делали как раз сразу на следующий день сюжет на телевидении, в новостях, и после этого на следующий день появилась цен, как называется, Царьград телевидения, да, значит, они, ну, буквально, я скажу, украли наши кадры, значит, нашего сайта, и в перемешку там с другими лицами, значит, из других, не нашего региона, да, смонтировали очень такую картинку драматичную, и на фоне вот этого письма с таким, значит, там девушка читает прямо так трагично, и все это, значит, подано было так, что прямо действительно можно разрыдаться от этого письма. И, на самом деле, это дело рук нашего земляка, я скажу вам, да, журналист работал у нас в Якутии, но, видимо, какие-то имеют, да, счеты, ну, не знаю, обиды, может быть, да, какие-то свои, но он в свое время был либералом, потом, значит, изменил свою позицию, сейчас как бы... Державник. Такой, да, державной, православной телевидение работает, и вот он вот видел же, когда, значит, сюжет, если он, они берут наше видео, да, что на самом деле не так, то есть у них есть какие-то свои интересы, и действительно идет какая-то информационная война, и каждый пользуется вот в своих интересах. Вот просто я вот недавно писала о стереотипах о Якутии, да, и вот просто мне обидно то, что появится еще один стереотип, да, что в Якутии плохо относятся к старикам. Стариков морят голодом. На самом-то деле это не так. Это стереотип, который... Мы все говорим там, я не знаю, кто-то на букву чмо, да, но это же относится к нам, то есть все якутяне, которые вот таким образом относятся к старикам, они чмошники. Это идет война. И она не обращена конкретно там против руководства. Ну, безусловно, да, как бы прозвучал крик души, да. Да, его использовали, значит, различным образом для того, чтобы... Плоть до того, что диктовали письмо. Да, ну, Дмитрий, да, я не могу утверждать, кто как диктовал письмо, да, сам по себе этот выхлоп произошел, да. Наша задача вот здесь, данным образом, всем объединиться для того, чтобы, если есть какие-то проблемы, да, то их необходимо решать. Значит, для того, чтобы этого не было, понимать, что мы все ответственны за своих пожилых людей, которые здесь живут на территории республики. И дети, да, как бы и государство. И каждый из нас, конечно же, нас многих и чиновников в том числе задевает, да, что сразу это письмо, например, ушло Путину. Ну, были бы какие-то вопросы, безусловно, да, был бы выезд, были бы проверки, при необходимости какие-то возможности бы приняты, да. Не хотелось бы, чтобы было вот какое-то такое напряжение ситуации. Нагнетание ситуации. Для чего? Три проверки было проведено в ноябре со стороны Министерства труда, и они не выявили ни одного нарушения по тем вопросам, по которым ходили мы на проверку. И после нас мы выявили кучу нарушений. Опять же вопрос тогда, мы смотрели разные сферы. Вы смотрели одну сферу, да? Мы смотрели одну сферу, мы смотрели один и тот же предмет проверки. Мы смотрели то же самое меню, те же нормативы, мы пересчитали, выявили недостачу, несоответствие нормативов и так далее. Проверка была. Вот, безусловно, да, как бы вот только что был разговор о том, что есть разное может быть и чтение тех или иных нормативов, понимание, расчетов, да. Перед тем, как вообще вот вываливать и говорить такие страшные вещи, недоедают, нет отношения, да, для этого нужно вначале сесть за стол переговоров, а потом уже выносить в том числе в черные студии. Правильно, Мути? Да, там еще какие-то каналы, и тем более выставлять республику в таком свете. Мы должны разбираться вначале в своих проблемах сами, прежде всего, да. А они у нас могут быть в том числе на нестыковке каких-то нормативных актов. Нет, даже, ну, смотрите, вы надзорный орган, они живут по этим, да, по этим нормативам. Это же совершенно разное понятие. Они работают по этим. А вот неужели к прокуратуре не было никаких обращений, ну, хотя бы даже по другим, значит, домам инвалидов, да, если вот прокуратура до сих пор ничего не знала до этого? Да, действительно, да. Хочу и отметить, что у нас в этом году, например, в прокуратуру города Якутска поступили обращения от проживающих Капитоновского дома-интерната для инвалидов и престарелых. Разрешено прокуратурой города Якутска два обращения, в прокуратуру республики такие обращения не поступали. Соответственно, в соответствии с федеральными законами прокуратуры мы имеем право проводить проверки только при наличии оснований, коими являются обращения, да, в том числе граждан, органов государственной власти, средств массовой информации и так далее, такое прочее. И, соответственно, при поступлении данных обращений мы бы, конечно, раньше бы провели эту проверку, а не дождались бы вот этого информационного бума, да. И вот по Капитоновскому дому-интернату действительно поступило два обращения, все они рассмотрены, разрешены. Вот совсем недавно прокуратура города Якутска в конце октября внесла представление в адрес директора дома-интерната. Там вопрос касался несогласия проживающего с отчислениями из пенсии, ну вот эти 75%, да, про которые мы говорим. Ну а прокурорское реагирование находится на рассмотрении, и поэтому пока что-то говорить, я считаю, рано. Вот я же решила, что идет вот какое-то определенное, да, то, что можно решить за столом. Да, конечно, это все нужно, да, объективно все рассматривать, да. Вот эти нарушения нельзя назвать именно теми словами, которые определены в письме, которые вызвали резонанс. Концлагерь. А можно вопрос директору, у вас есть недофинансирование со стороны, скажем так, то есть вы же когда на встрече утверждали, что идет 70% от положенного. Я не утверждала, да. В общем, у нас как бы на сегодня, да, достаточно финансирования, которым мы полностью, за питание, нам это полностью по нормативу. Нет, я не только питание, не только питание, в общем, в общем. Вот вы говорили, что 65 миллионов, да, у вас общая смета расходов, из них 40 миллионов у вас уходит на выплату заработной платы, на выплату коммунальных услуг, да, и вот остается у вас где-то 25 миллионов. Плюс у вас свое фермерское хозяйство, да, которое приносит тоже определенную прибыль в плане продажи, в плане того, что тоже самое мясо используете. Но можно как-то увеличить финансирование, чтобы не было 257 рублей, стало по нормативу 400 рублей. Конечно, было бы хорошо все увеличить, да, но у нас 16 домов-интернатов, на сегодня мы считаем у нас, ну, не приоритетно, вообще-то социальное у нас финансирование приоритетное, это же вы знаете. Приоритетное, да. Да, поэтому у нас они, у нас все достаточно финансируются, у нас идет мораторий, допустим, только на приобретение автотранспорта, там, больших каких-то оборудований и, к сожалению, на строительство тоже. А вот говорят, что нужно помогать, да? Да. Вот нужно, а на сколько вот часто помогают таким учреждениям? Нет, на существование... И вот волонтеры часто ли туда ходят? Нет, давайте на существование учреждения финансирование идет достаточно, еще раз повторяю. И кроме того, в прошлом году было посвящено нашим руководителям Егора Фанасьевичем и Галиной Иннокентьевной, все наши учреждения были посвящены и посмотрели, и все, как обсужден был этот вопрос. Вот, Ульяна, вы часто ходите, да? У нас минута остается буквально, да, и просят, ну, более-менее логически такое, если мы сейчас распространимся, вот все-таки, вот, да, аспект того, что достаточное ли финансирование социальных учреждений и так далее, и так далее, это нужно выносить отдельную тему. В данном случае мы рассмотрели обращение одно, которое послужило информационным поводом для, скажем так, достаточно массированной атаки на республику и, в принципе, создание негативного образа. На образа республики. И, в принципе, я не считаю, что вот даже, я более глубже ознакомлюсь с вашим представлением, да, и, наверное, там нет такого криминала, который приписывают вот федеральные сетевые издания. Так что программа «Один из нас» еще раз говорю будет держать руку на пульсе, и мы данную тему еще со своей зоной внимания никогда не будем снимать. Увидимся ровно через неделю с другой темой.